Добрейшего здоровья всем, ребят! Сейчас я вам покажу такой препарат, как Мерцера. Я лишь скажу, что это эритропоэтин. Я не буду сейчас рассказывать, как он, на что влияет, из чего состоит и так далее. Я всего лишь расскажу, ну, в нескольких словах, как он помогает мне и для чего я его колю. Чтобы, ну, сразу забегу вперёд, скажу, там находится шприц. Шприц такой пластмассовый, одноразовый, не как обычные одноразовые шприцы, а немного другой. Но я распечатывать упаковку не буду, не буду нарушать целостность упаковки, потому что мне ещё делать этот препарат. Но у меня есть два использованных шприца уже, и вот на этих использованных шприцах я вам покажу, что это такое, и потихонечку объясню. Ну, для начала скажу, что этот препарат, он повышает гемоглобин. Гемоглобин в крови, его, ну, по крайней мере, я колю раз в месяц. Ну, когда гемоглобин хорош, я его вообще не колю. Когда гемоглобин понижается, приходится делать вот такой вот укол. Некоторые колют, там, вот у нас даже есть женщина на гемоглобин, она колет 4 раза в месяц, ну, в неделю раз. Кто-то колет, может быть, раз в полгода, ну, по-разному, это зависит от гемоглобина. Вот, вы сейчас видите, это упаковка, она такого вот, не знаю, как оранжево-красноватого цвета полоска, вот. Есть еще зеленая коробка, ну, зеленая полоска, это различие, сколько там миллиграмм этого препарата. Вот, вот в этой упаковке находится 75 миллиграмм. Есть еще зеленая, ну, в дальнейшем я вам покажу шприцы. Они содержат 100 миллиграмм. Есть и там 200, 250, есть и меньше, чем 75, там есть даже 60 и 40 вроде. Ну, точно я не помню, а я вот именно только колол 75 миллиграмм и 100 миллиграмм, ну, разумеется, вот даже написано миллилитров, но, разумеется, 100 миллилитров поднимает гемоглобин больше, чем 75. Мне укол такого препарата, который 100 миллиграмм содержит, да, поднимает гемоглобин в среднем где-то на 15-20 единиц, вот, но это в среднем. Я вот специально засек за месяц, у меня в том месяце был гемоглобин 93, ну, у кого проблемы с гемоглобином, кто находится на гемодиализе, тот меня поймет, что такое цифра 93. Потом я сделал вот этот препарат, только не 75 миллилитров, а 100, и вчера мне выдали результаты моих анализов, которые я сдавала неделю назад, гемоглобин был 114. Так что получается, вот, 100 миллилитров вот этого препарата мне подняло за месяц гемоглобин на 21 единицу. Но также я вчера еще сделал вот такого, 75 миллилитров, я думаю, что гемоглобин повысится до нормы. Хотя, сколько нормы, а если честно, никто точно сказать не может, кто-то говорит, что 120 нормы, кто-то говорит, что 150 нормы для мужчины, для женщины должна быть 110, кто-то говорит, что 180. Тем более на гемодиализе у людей не должно быть ни высокого, ни низкого гемоглобина, потому что от высокого гемоглобина может быть закупорка вен, а от низкого становится фистула. И надо держать такой средний гемоглобин, как мне говорили, что где-то, ну, 110-120 это нормально. Но, опять же, я не утверждаю это, это я просто говорю, как мне сказали, вот, ну, лично мое мнение, как я слышал, другие врачи могут говорить по-другому, особенно для каждого человека в отдельности. Если кто-то знает, какой у вас гемоглобин, напишите, пожалуйста, в комментариях, будет интересно посмотреть, какой же гемоглобин у вас. Ну, упаковка, она запечатана, вот здесь все заклеено, запаяно. Как я говорил, вскрывать я ее не буду, но у меня есть два использованные шприца, я специально их забрал, чтобы показать вам. Один из них, кстати, да, зеленый, в котором 100 мл находится, но они совсем одинаковые, давайте я вам сейчас покажу их, и вы увидите, и объясню, как они вообще работают. Ну, во-первых, все находится вот в такой варкальной упаковке, все закрывается, запечатывается, помещается в бумажную упаковку, и потом уже в этой упаковке лежат вот такие вот шприцы, видите, он как бы шприц, но как бы и не совсем шприц, он такой пластмассовый. Вот, второй есть, видите, они ничем не отличаются вообще, только вот цветом зеленый и, ну, я не знаю, как рыжий можно назвать, красным-то не назовешь. Вот, разные цвета, разумеется, вот этот вот, как я говорил, зеленый 100 мл, вот этот вот рыжий 75. Ну, кто делал Мерцеру, тот видел, как ее делают, кто не делал, я вам сейчас постараюсь немного объяснить, ну, помимо всяких колпачков, я их не стал показывать, ну, обычные пластмассовые, там, литиновые колпачки, они нужны, вот, ну, не знаю, наверное, видно, там внутри такая игла, пружина, получается, ну, вот это давайте так оттянем, это поршень, он просто вытаскивается, это ничего, ничего такого, короче. Вот, ну, я вам объясню так, как работает, как обычный шприц, просто вкалывается игла до упора, ну, там, конечно, есть инструкция, в этой инструкции надо все делать по инструкции, там, ну, точно я не помню, там, воткнуть, держать, ну, делается или в руку, или в ногу, или в живот, ну, по крайней мере, как написано в инструкции. Еще написано, что в некоторых случаях нужно место укола потом заклеивать пластырем, но, опять же, это инструкция, в этом мы не будем сейчас вдаваться. Делается укол, там, буквально, лекарства очень мало, я говорю, 75 миллилитров, сами понимаете, это вообще ничто. Делается он, ну, скажем, в руку мне делают, да, делается в руку, нажимается сюда, когда все лекарство выходит, ну, нужно держать его до того времени, пока все лекарство не вышло, и вытаскивает уже из кожи, и все. Ну, он делается не больно, ну, единственное то, что больно, конечно, прокалывает руку, ну, и чуть-чуть пощипет там, ну, там вообще чуть-чуть, понимаете, что, опять же, 75 миллилитров лекарства, ну, они вообще, тем более, они вводятся быстро, там, буквально, за секунду, и, ну, как бы, может быть, и будет больно, но, я не знаю, комар больнее кусается, мне кажется. Выдают это лекарство бесплатно, ну, как положено инвалидам, да, это лекарство бесплатно, ну, как инсулин, полоски, то же самое выдают, вот, по поводу цены, я сейчас точно не знаю, может быть, могу ошибаться, но, по крайней мере, я на 100% знаю, что лекарство это дорогое очень. Как мне говорили, вот эти вот 75 миллилитров, вот такой вот шприц, стоит 10 тысяч рублей. Вот, кто живет в другой стране, укол валюта другая, можете перевести 10 тысяч рублей, даже если раз в месяц колоть вот такое лекарство, ну, это, знаете, прилично будет бить по карману, а те, кто делает такой укол 4 раза в месяц, это, ну, это просто, ну, вообще невозможно будет покупать такой укол себе, если не получать его бесплатно от государства. Также его еще не все, как бы, умеют делать, ну, просто боятся, потому что приходишь в больницу, допустим, говоришь, вот, там, медсестре сделайте мне вот такой вот укол, когда они видят, что это такое, там, для них, как будто они видят космический корабль какой-то инопланетный, говорят, нет, 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 мы не будем делать. Ну, когда вот мне только назначили вот этот укол делать, у меня гемоглобин падал, я пришел просто в терапию к себе по месту жительства и сказал, мне нужно сделать такой укол. Ну, только я объяснил, что он там какой-то необычный, там, почитайте инструкцию, там все на русском языке написано. Ну, вот я живу в России, у меня, как бы, инструкция и на коробке все написано на русском, да, может быть, в других странах, там, я не знаю, откуда ее поставляют, там, может быть, написано на английском или на ихнем языке, ихней страны. Ну, опять же, это я не знаю, у меня на коробке в инструкции все написано на русском. Пришел, сказал, медсестра, ну, все, почитала инструкцию, ну, ничего сложного. Единственное, что было сложное, это, наверное, было прочитать эту инструкцию ей, вот и все. Потом она сделала укол, заклеила пластырем, как написано, ну, там можно пластырем не заклеивать, это просто, как бы, там, 50 на 50, можно заклеивать, можно не заклеивать. И все, я пошел, а потом я ходил в больницу, вот, ну, не каждый месяц я раньше делал, может быть, раз в два, в три, в четыре месяца я делал такой укол. Опять же, его выдавали бесплатно, я его не покупал никогда. Вот, ходил в больницу, все, медсестра уже, как бы, она научилась, и делала даже уже без инструкции, просто вскрывала упаковку и делала мне этот укол. Ну, также я еще делаю препарат железа два раза в месяц, но это совсем другой препарат, но он тоже влияет на гемоглобин, но это совсем другой препарат, и мы сейчас его обсуждать не будем. А препарат Мерцера, я считаю, он довольно-таки хорошо поднимает гемоглобин, но, конечно, нельзя надеяться на этот препарат, что если у вас там гемоглобин 80, и вы сделаете вот такой вот укол, даже если два вот таких шприца вы сделаете, и у вас там сразу же через неделю гемоглобин там будет 150. Нет, это опять же зависит от организма, также нужно вести какой-то правильный образ жизни, нужно как-то поддерживать едой, прогулками, занятием, спортом, ну и так далее. Есть разный контингент людей. Допустим, кому-то вот этот укол Мерцеры очень хорошо помогает, ну вот, допустим, как мне, я могу к себе отнести, к этому виду людей, помогает очень хорошо, да, вот мне 100 мл этого препарата подняло гемоглобин на 21 единицу. Я считаю, что это нормально, в среднем на 15-20 единиц поднимает один укол. Но кому-то этот препарат поднимает, ну вообще, можно сказать, не поднимает, поднимает там на одну-две единицы. А кому-то, может быть, этот укол раз и сделали, и там на протяжении 20-10 лет, ну и гемоглобин вообще не падает. На всех этот укол влияет по-разному, ну на все организмы. Конечно же, многие делают разные препараты для поднятия гемоглобина, ну в моем случае я делаю от Мерцеру. Кто-то вообще без препаратов обходится, так сказать, подручными средствами, едой, печенкой, там, какими-то ягодами поднимают себе гемоглобин. А кому-то повезло, он вообще у них не падает. Вот, ну если гемоглобин будет падать, ну, кто не знает, объясню просто. Ну, вы будете себя очень плохо чувствовать, вы всегда будете хотеть спать, у вас будет усталость, и если гемоглобин упадет, вроде бы, ниже 40 единиц, то это, наверное, уже считается, ну, какая-то, ну, я не скажу, что смертельно, я не врач, я не могу в этом, точнее, даже я не понимаю в этом гемоглобине, ну, наверное, это уже, если ниже 40, то это, ну, это очень плохо для здоровья и для жизни. Ну, вот я вам хотел показать вот эти вот уколы, даже укол, вот это просто разные два шприца, хотел вам показать, чем я поднимаю гемоглобин. Я бы еще вас хотел попросить, напишите, пожалуйста, в комментариях, ну, я понимаю, что это видео посмотрит немного человек, там, 150-120, вот, но я вас прошу, кто посмотрит это видео, кто как-то поднимает из этих человек, там, скажем, из 120, каким-то образом поднимает гемоглобин, напишите, пожалуйста, как вы это делаете, потому что мне будет интересно знать, потому что гемоглобин у меня тоже периодически падает, чтобы мне держать уровень. И другие люди, которые будут смотреть это видео, они тоже почитают комментарии и тоже будут также поднимать гемоглобин. И также, если вы напишите, потом вы и другие комментарии тоже почитаете, и, ну, получается такой, как бы, обмен мнениями. Ну, а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, также обязательно вступайте в мои две группы ВКонтакте, ссылки все будут в описании. А с вами был канал Сахарный диабет. Вся правда. Меня зовут Александр. Здоровья вам и вашим близким. Пока-пока.